Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, как и всегда, после выходных мы с вами снова возвращаемся на рынки для того, чтобы следить за событиями, новостным фоном, за статистикой и в связи с этим говорить о наших инвестиционных идеях и о том, что может произойти с рынком Форекс и не только. Соответственно, друзья, как и всегда, делаем основной акцент на самые интересные события. Вы знаете то, что по прошествии этих выходных мы можем говорить о том, что дело дошло до самого, скажем, я до последнего надеялся, что все-таки мы не будем говорить с вами о приостановке работы правительства США, не будем говорить о событиях, прецеденты которых уже были в далеком в 2013 году, тогда, собственно, государственные учреждения не функционировали, по-моему, 16 дней. Собственно, следующий раунд переговоров, особенно интересует позиция Сената, пройдет уже сегодня, потому что Палата представителей, собственно, предлагала принять решение о продлении финансирования, собственно, органов государственной власти до, по-моему, 16 февраля. Соответственно, это, на мой взгляд, было бы правильно все-таки договориться, поскольку хоть и не проложительный период, но он явно позволил бы выиграть какое-то время, чтобы в конечном счете обсудить все за и против и уже принять законопроект о финансировании на более длительный период. То есть, форс-мажор на рынке явно случился, неизвестно о каком последствии в моменте он привезет, но сразу хочу отметить, друзья, то, что делая очень большую ставку на факт перекупленности американского фондового рынка еще некоторое время назад, мы с вами, ну, не буду говорить, конечно же, за всех, а, может быть, многие просто присоединялись к тому рале, которое развивалось и, в принципе, их устраивала аргументация того, что происходит с американским фондовым рынком, их устраивало подход, что он растет благодаря восстановлению мировой экономики, благодаря росту прибыли корпоративного сектора и благодаря реализованной налоговой реформе, которая приведет исключительно к положительным последствиям. Но все-таки трейдеры, которые знают, чем чревато вот это всеобщее заблуждение, потому что рынок будет расти несмотря на что, уже заранее начали присматриваться к оснижению, ища достаточный повод для того, чтобы, собственно, спровоцировать за счет какой-то фундаментальной поддержки нисходящую динамику. Я на такую, собственно, динамику делал став очень давно. Полагал то, что сезон квартальных отсчетов, который начался неделю назад, может все-таки ослабить котировки и стоимость S&P, NASDAQ и Dow. Но после небольшого снижения, которое мы увидели несколько дней назад, последовало очередное обновление исторических максимумов. И вот, друзья, приостановка работы правительства. Я считаю то, что это более чем серьезный аргумент, который указывает на то, что расти на этом было бы совсем странно. Если рост продолжится, ну тогда мы будем уже абсолютно поднимая обе руки говорить о том, что фондовый рынок США это страшный пузырь финансового характера, который если и скопнется, то по потерям может привести к еще более негативным последствиям, чем вот в 2010 году, когда в последний раз, кстати, наблюдалось такое расхождение между прогнозов пользы роста и прогнозов пользы снижения. Поэтому, раз уж мы начали с американского фондового рынка, я хочу отметить то, что сегодня, когда полноценно стартанут торги, когда откроется Америка, распродажи могут стать реальностью для фондовиков. И кто знает, друзья, насколько коррекция может быть существенной и значительной. Я думаю то, что мы, как те, кто давно уже ждет подобную динамику, вправе рассчитывать хотя бы на несколько процентов коррекции, а там уже будет зависеть от того, как быстро все-таки работу в госучреждении восстановить. Пока что есть на чем падать, давайте именно к коротким позициям с этим в отношении американской фонды и присматриваться. Что касается рынка нефти, клоус пятницы 6870 далеко мы не ушли после тех распродаж, которые были начаты. И текущие котировки 6884 снова указывают на то, что сопротивление 70 не отпускает. Покупатели, медведи никак не могут перехватить у них инициативу, хотя новостной пункт, который мы с вами анализировали, создавал условия для распродаж. Вы помните, обращаясь опять же к самому интересному, что случилось на прошлой неделе, здесь особенно нужно сделать акцент и ставку на прогноз администрации энергетической информации по поводу объема добычи, которого американские производители планируют достигнуть в этом году. Снова нужно сделать ставку на каркасочные прогнозы по объему добычи в феврале, вы помните, что ожидается на семи крупнейших шельфовых месторождениях прирост нефтедобычи на 111 тысяч, и сланцевая добыча составит уже 6,59 миллиона. Может быть, даже больше акцент стоит делать на тот доклад, который представила Ближневосточная организация стран экспортеров нефти, то есть ОПЕК. Мы перед тем, как получили этот доклад, отмечали с вами, что котировкам будет очень трудно прорваться выше 70, потому что есть очевидный новостной риск. Этот новостной риск еще и усиливается тем, что очень многие регионы сейчас заинтересованы в более низких ценах на углеводороды, потому что дорогая нефтянка стимулирует рост сланцевого производства в США, который, в принципе, как новый параметр для всего рынка черного золота, приводит к тому, что многие страны теряют собственную долю и ничего не могут с этим поделать. Поэтому доклад, который мы видели от ОПЕК, подтвердил нашу с вами позицию. Мы удивились в том, что страны Ближневосточного картеля сейчас будут делать все, чтобы снизить котировки нефти. В принципе, сразу же первые сигналы последовали. ОПЕК отчитался о том, что исполнение договоренности по снижению добычи уже не на таком высоком уровне, как месяц назад. Более того, ОПЕК основа превысил планку по нормативному показателю добычи. Это уже не 32,5 миллиона баррелей, это чуть повыше. Были отмечены отдельные регионы, которые не то чтобы не полностью соответствуют обязательствам по снижению, а очень сильно выбиваются из этого графика и фактически наполевательски относятся к этим договоренностям. Обычно ОПЕК не делал на этот акцент, и уж тем более, если были подобные сигналы, старался их скрыть. Поэтому мы периодически работали с вами с крайне преувеличенной, скажем, статистикой и значимостью тех действий, которые предпринимаются ОПЕК. Но сейчас им, скажем, приукрашивают картину совершенно ни к чему. Напротив, вот эти доводы, вот эти выводы, которые сделали статистики из ОПЕК, они указывают на то, что нефтянка может, ну и должна в принципе сейчас корректироваться и снижаться. Друзья, какой еще рынку нужен аргумент? Это, на мой взгляд, большой вопрос, но меня тоже интересует. Вроде бы как достаточно уже прогнозов, которые указывают на более низкие показатели спроса, на более высокие показатели роста предложения. Мы видим вот эти действительно амбициозные планы, но все равно нефтянка мало-помал. Торгуется в облаковике, это снова возврата 70, потом небольшая просадка. Ну, возможно, что-то изменится на этой неделе. Но я все-таки рекомендую вам, друзья, присматриваться к уровням, к которым можно было бы уже спускаться вместе с нефтянкой, потому что текущие значения, ну, действительно, очень крутые. Рубль 56-67 ситуация особенно не меняется. Хочу лишь только напомнить вам, что с некоторых пор Министерство финансов активно скупает валюту. Тоже такой вопрос на засыпку, как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что ответ на поверхности. Денежные власти России приказанно понимают, что грядет для рубля и пытаются запастись, скажем, как можно более дешевой валютной ликвидностью. Правильное дело. Потому что если сценарий по снижению нефти будет оправдан, то девальвация российской валюты как минимум до отметки 60 рублей против доллара не заставит себя долго ждать. И пока что котировки держатся на текущих уровнях. Конечно же, нужно подумать о повышении емкости российских запасников. Какой вывод в принципе по рублю нужно сделать? Я надеюсь, что вы давно сделали правильные выводы и не ставите на то, что удастся нам увидеть рубль более бодрым, более крепким по сравнению с долларом и европейской валютой. Дальше идем. Доллар японская иена. Пятница была снова не арти для доллара. Американская валюта снижалась. И между собой комплектовали два новостных фонда. Во-первых, это резкое, по-другому не скажешь, становление доходности трежерис. И второй фон, первый, собственно, касательно казначейских облигаций, безусловно, позитивный момент для доллара. Обычно доллар реагирует на каждый прирост, скажем даже, на одну десятую процента. В данном случае, друзья, мы с вами видим не просто высокий, там, нагнедельный хай, мы видим то, что десятилетки выросли до максимума четырнадцатого года и сейчас находятся на отметке два шестьдесят четыре процента. Я хочу сказать, друзья, то, что мы после того, как пробили план по доходности в два с половиной процента, уже, по сути, имеем дело с новым трендом, растущим. И уверен то, что доходности американских долговых бумаг будут двигаться все выше и выше. Почему бы нам поставить, не поставить на отметку в три процента. И почему, в принципе, доходности должны восстанавливаться? Да потому что мы готовимся с вами к как минимум трем повышениям процентных ставок ФРС в этом году. Мы понимаем то, что на фоне реализованной налоговой реформы дефицит долга государства США еще больше увеличится. И этот долг нужно будет покрывать, ну, каким образом, конечно же, за счет размещения доп. облигаций. Для того, чтобы эти размещения проходили на уран, нужно искусственно подогревать спрос на них, то есть изначально давать конкурентные и крайне выгодные на фоне прочих активов на рынке условия. Самый лучший параметр, который можно повлиять и нужно, это доходность. И чем выше доходность, чем выше, соответственно, спрос. Поэтому я рассчитываю то, что рост 10 лет продолжится. И я думаю, друзья, то, что пусть с опоздалым, пусть с явным временным лагом, но доллар все-таки должен обратить внимание на то, что происходит с долговым рынком и адаптировать собственный курс к новым показателям доходности. На мой взгляд, сейчас более-менее справедливые котировки, беря в расчет ту же самую пару доллар-японской иены, с учетом таких показателей доходности не меньше, чем 114 иен против доллара. И косвенно такие же идеи, такие же выводы были озвучены некоторое время назад банком BNP. Ну, не знаю, насколько он авторитетен для вас, чтобы прислушиваться этих рекомендаций. Все-таки, почему доллар не вырос? Опять же, возвращаемся к теме с законопроектом употребления финансирования госучреждений. Поскольку в палате представителей Сената не удалось договориться, это спровоцировало ухудшение резко, ухудшение настроений и в конечном счете привело к той динамике доллара, которую мы с вами видели. Соответственно, в ближайшее время, что произойдет с долларом, будет зависеть от того, как будут идти переговоры по продлению финансирования. Я буду держать вас в курсе, друзья. Напоминаю то, что у нас есть возможность с вами видеться каждый день в 9.30 по московскому времени в прямом эфире на брифингах. Но надеюсь, что у доллара, как и ранее, будут все-таки достойные покупатели солидные, которые по крайней мере удержат пару от, скажем, выше поддержки 110 йен за доллар и будут способствовать все-таки последующему росту и восстановлению к тем справедливым уровням, которые я отметил. Неделька не то чтобы блещет на суперсобытия. Единственное, что по доллару у нас в пятницу будут обликованы данные по годовому экономическому росту. Посмотрите на прогнозы, достаточно оптимистичные. Я считаю то, что на фоне роста расходов домохозяйства, показателей активности, мы можем рассчитывать на хорошие цифры. Но можем ли мы рассчитывать на логичную реакцию доллара, это тоже пока что под большим вопросом доллар не всегда правильно реагирует на опубликуемые отчеты. Друзья, ну, надеюсь, что в этот раз у нас не будет серьезных причин для существенных распродаж американцев. Евро против доллара. В этот четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, где, соответственно, будут пересмотрены основные параметры денежно-кредитной политики. Это ставки, ставка рефинансирования, ставка по депозитам. Спустя, по-моему, около часа после этого состоится традиционная пресс-конференция руководства ИЦБ, где будут говорить о перспективе денежно-кредитной политики. Так рано на какие-то изменения мы с вами не рассчитываем. Я бы даже сказал, что тактический подход трейдеров, скажем, любых интервалов торговли, кратко-среднедлогосрочных, ориентированных, сейчас должен быть похож на следующее. Каткосрочное ожидание все-таки давления на евро, поскольку так быстро риторика представителя Европейского центрального банка не изменится. если в лучшем случае что-то произойдет в плане корректировки, это лишь, я думаю, не раньше конца 2018 года. Поэтому быки, конечно же, могут пообломать свои рога, поскольку упрутся более глубинные комментарии представителей ИЦБ, в частности, Марио Грай. Соответственно, мы рассчитываем на краткосрочный импульс. Возможно, я не буду, конечно, забегать вперед. Сейчас нужно вернуться к отметке 1.20. Этот импульс будет продолжен дальше. Но это уже совсем долгосрочные ориентиры. Мы о них поговорим, скажем, ближе к делу. Пока что рассчитываем на снижение главного валютного риска и снижение против доллара в район отметки 1.20. Если не до заседания четверга, то уж, по крайней мере, по факту, сколько насыщенного дня, как предпоследняя торговая сессия этой недели, мы должны получить сигналы на ослабление. Фонд против доллара пока что немного отсрочил достижение нашей с вами цели 1.40. Хотя локальный максимум, учитывая последние торги, был очень близок к 1.39.44, друзья. Продолжаем держать лонги по фунту, потому что цель 1.40 будет достигнута. И по прошлую пятницу вышел отчет, который лично меня убедил в том, что отметка 1.40 падет в ближайшие торговые сессии. Казалось бы, странный вывод, потому что роничные продажи, которые мы анализировали в пятницу, указали на спад. 1.4% выдового выражения с 1.5%. И в месячном еще более глубокая коррекция минус 1.5% с прошлого роста на 1%. Я объясню, почему я эту статистику использую в качестве бучего сигнала. Дело в том, что роничные продажи – это, разумеется, основной индикатор активности потребителей. Если мы получаем сигналы того, что активность резко снижается, значит, пытаемся найти причины. И эти причины всегда окроются либо в темпах роста заработных плат, либо в показателях инфляции. И здесь те, кто следит за основными параметрами такого макроэкономического подхода, то есть за инфляцией, прекрасно знают то, что в Англии она сейчас самая высокая среди всех развитых стран. Гораздо выше цели. Вот последнее значение недельной давности – это 3% ровно. Это очень много, это существенно выше, чем прирост заработных вклад. То есть фактически, условно говоря, можно сказать, что активность потребителей абсолютно оправдана в плане спады, потому что зарплаты растут медленнее, чем повышается инфляция. То есть ни о каком росте благосостояния домохозяйств сейчас и речи быть не может. Соответственно, как с этим бороться? Мы говорили, что самый лучший инструмент – это ужесточение монетарной политики. Вот почему я снова напоминаю вам про важность подхода к торговле британцам в расчете на то, что Банк Англии, если уж не повысит процентную ставку, то постоянно будет о ней говорить. Соответственно, мы, как покупатели фунта, сейчас будем искать поддержку этой длинной позиции либо в статистике, либо в намеках на повышение процентной ставки и возможности этих изменений, либо рассчитывать на прогресс в переговорах по Брэкзиту. Следующий рамп начнется буквально уже через несколько дней. У нас есть уже такой залог более теплого диалога. Это следствие, опять же, той реакции трейдеров на сообщения, которые потом были проверены, потому что Нидерланды готовы, собственно, и Испания, по-моему, готовы продлить действие соглашения о свободной торговле. Но все равно трейдеров действительно эти новости настроили на позитивный лад и сейчас все склоняются в пользу конструктивных, компромиссных, взаимовыгодных решений, которые будут исключать негативные последствия для всех участников этого переговорческого процесса. Позитива много, друзья. Давайте тогда не будем искать совершенно неоправно то, что может резко развернуть фунт. Ждем отметку 1.4. Доллар-канадец находится сейчас на уровне 1.2483. Мы видели, как в пятницу большую часть дня пара снижалась, однако под конец роста фактически на фигуру и снова мы ушли в район 1.25. Очень хороший сигнал для покупателей этой пары, для нас, потому что мы видели, как канадец терял позиции против доллара. Даже тогда, когда стала восстанавливаться нефтянка, даже тогда, когда вышел сильный отчет по продажам, а точнее по заказам в промышленном секторе Канады, в частности статистику я даже сейчас вам напомню. Были показатели то, что продажи в промышленном секторе выросли на 3-4% с прошлого спада на минус 0,4%. Рост последовал след за восстановлением мобильного сектора. Ну, как вы видите, на эту статистику особо как она не отреагировала. Я думаю, то, что трейдеры уже понемногу все-таки начинают приобщаться к реальности, которая, ну пусть она еще не реализовалась, но эта реальность с большей вероятностью будет реализована. Это снижение цен на нефть, это восстановление доллара. На фоне все более и более актуальной и острой угрозы изменения параметров либо вовсе выхода США из торгового соглашения североамериканского торгового альянса НАПТО. Ну и, безусловно, еще трейдеры начинают более осмысленно подходить к политике Банка Канады по процентным ставкам, понимая, что приняв решение в прошлый раз об ужесточении режима, не значит то, что следующее повышение последует скоро. И очень много, скажем, нам станет ясно по перспективам денежно-кредитной политики уже в эту пятницу, когда по Канаде будут публикованы данные по инфляции. Я думаю, что индекс потребительских цен снизится как минимум на 0,1%, и это может стать серьезным фактором распродаж Канадца даже более существенным, нежели чем те, которые мы видели по факту решения о процентной ставке. Поэтому, друзья, прежний ориентир 1,27-1,28, ждем этих циклов. Ну, собственно, из важных событий сегодня, как вы наверняка уже заметили по календарю, выделить особо и нечего. Давайте ждать событий в следующих дней и пристально следите за обсуждением начинной дискуссии по поводу продления финансирования госучреждений в США. Напоминаю, что сегодня состоится очередное, скажем так, отслушание по этому вопросу. Позиция против принадлежит Сенату, позиция за Палате представителей. Сегодня все-таки переговоры, скорее всего, пройдут уже после открытия американского фондового рынка, поэтому прежде на что мы сейчас рассчитываем, так это на то, что СНП будет испытывать давление. Ну, хотя бы в тех же пропорциях и объемах, как распродажи, которые мы наблюдали по факту приостановки работы правительства в 2013 году, я бы не появился, посмотрел, когда коррекция американского фондового рынка была около 3-4%. А сейчас индексы находятся на исторических максимумах, ждем хотя бы эти 3-4%. Все равно это будет хоть какая-то пища, скажем, и позитивный сигнал для тех, кто продает американские фондового рынка, может быть, даже делает это очень давно. На этом, друзья, все. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, оставляйте их на канале на YouTube, либо на форуме Markets. Огромно удовольствием отвечу на каждый из них. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.